Так представители пресса прошу удалиться. Законно-смена на общественное место. А почему нет-то, собственно говоря? Объясните. Зачем? Я сочетаю повестку. Собрание? Повестка. А уже собрание? Да, проведение членового общего собрания собственника помещения УКД расположен по адресу Московской области Ростова-Пустимки, улица Озерная, дома 2-4-8. Повестка дня об избрании председателя общего собрания собственника, об избрании секретаря общего собрания собственника, об избрании членов счетной комиссии общего собрания собственника, о выборе собственника, способ управления МКД, выборе управляющей организации, Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с постановлением администрации городского округа Химки. О заключении собственника от своего имени в порядке установленных жилищным законодательством договор о холодно-горячем водоснабжении в отведении, электроснабжении и газоснабжении, договор о наказании услуг по обращению с ТКО с ресурсообнажающей организацией. Об утверждении способа уведомления о проведении общих собраний путем развлечения информационных сообщений на входных дверях по каждому подъезду МКД. Об утверждении места хранения протоколов, иных документов общих собраний собственников. И десятый вопрос разный. А вы кто? Простите, пожалуйста, вы уже не представились и начали поездку читать. Какая-то доверенность какая-то есть? Да, есть доверенность. Можно посмотреть? Можно только снимать по вашему имени. Почему? Там персональные данные, паспортные. Можете ознакомиться. Хорошо, я ознакомлюсь. Собственникам же тоже нам можно передать это для ознакомления? Да. И ваши тогда, если можно, документы? Собственники документы достают, да? Очки достают. А очки не достают? Да я не буду, чтобы никто... Вы имеете право, как собственники, посмотреть документы у мужчины. У него нет права. Почему нет права? Камень у Александра Владимира Ильича. Постовые, да? Камень. Да. Какие-то там удостоверения или паспорт, да, покажите. Ну, покажите. Какие-то там удостоверения или паспорт, да, покажите. Какие-то там удостоверения. Так как форума нету, предлагает перестать собрание в очень заочную госсобране. 28-го, полностью интересный способ уведомления, какой был? Были размещены объявления? Нет. На входных группах в подъездах? Не было. А собственник выбирался, мы сейчас спросим у предстоителя управляющей компании, проводилось ли общее собрание собственников, на котором было выбрано способ уведомления на входных группах? То есть вообще не определялось? Определялось, на определенном 각одом каждого поезда. То есть по факту нарушен способ уведомления? У нас в каждом подъезде есть стент, на котором вывешиваются все информации. У нас стенды, вы сами говорите, на входных дверях. То есть по сути дела у нас получается, что уведомление нарушено. Значит, мы будем считать, что собрание не состоялось, так как нарушено уведомление. Не, ну решение же есть. Какое решение? Уведомление, фотография по уведомлению. Уведомление на дверях было повешено, это не в том месте. Человек мог повесить их у себя дома. Поэтому я предлагаю собственникам сделать заявление по поводу того, что нарушено уведомление. Нарушено уведомление, потому что не размещалось уведомление в том месте, которое определили собственники на общем собрании. А это стенды в каждом подъезде. Значит, будем считать, что это собрание не состоялось.